Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Сразу скажу, что на ваш вопрос я уже отвечал, хоть текст немножко другой. Вот, и формально текст ваш не очень тянет, тянет, да, на, так скажем, похожий текст, да, вот. Но, тем не менее, вот, несмотря на это, несмотря на это, все же, я думаю, что вы задаете один и тот же вопрос. Сейчас ваш вопрос, он у нас про одно. Вот, это вопрос про то, как вам, собственно, вот, жить в своей жизни, получается. Вот, и на мой взгляд, здесь все так же, как и вот в моем предыдущем ответе, вам упирается в некоторую такую вот, я бы сказал, неопределенность, вот, неопределенность именно вашу собственную неопределенность, я тоже могу упираться. То есть, да, вы чего-то хотите, вот, да, вам что-то не нравится, но, вот, как-то у вас все это не оформлено, к сожалению. И отсюда возникает проблема. Дело в том, что, ну, сейчас вы, вот, понимаете, да, ну, в какой-то степени. Сейчас вы понимаете, там, допустим, что вам нужно, сейчас вы понимаете, там, допустим, как вам нужно, да, вот. Вот, то есть, какие-то, какие-то, вот, какие-то, вот, такие вещи, ну, у вас есть, конечно. Но для действий, для того, чтобы действовать, этого как будто бы недостаточно. Вот. И это, в принципе, это, в принципе, не мудрено, вот, потому что... Мало. Просто чувствую, что что-то не нравится. Вот. Вот. К сожалению. Нужно еще и ощущать какую-то, вот, ну, направленность. И поэтому вам так, вот, вы так, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ещё я бы сказал, что вам нужна психотерапия, это то, что могло бы помочь, да, вот именно психотерапия, то есть индивидуальная работа с психологом, а не такие вопросы, которые вы задаёте, потому что есть некоторые ограничения, с которыми мы столкнулись. Итак, с мужем дошло до развода, после того, что чувства прошли, я ему сказал, что тогда нужно разъезжаться и больше двух недель мы не жили вместе, потом он начал делать шаги и выясняли отношения, сказал, что я его выгнала на улицу, так как у него нет жилья, живёт он у меня. Вы говорите, что у вас дошло до развода, исходя из того, что я прочитал, развода нет, ну вот, до сих пор, вы не разведены. Вы говорите о том, что он начал делать шаги, не говорите о том, как вы к этому относились, просто говорите, что вот, эм, ну, что опять вы, получается, живёте вместе, вот, потому что ему, э, значит, типа, якобы, якобы негде, негде жить, да? Вот. То есть вы, получается, его, как бы, приняли обратно. Вот. Позволили ему быть, быть, э, с вами. Вновь опять. Вот. То, что вы начали выяснять отношения, говорит о том, что накопились некоторые негативные чувства, обиды, какие-то, вот, претензии друг к другу. И тут, возможно, имеет смысл как раз-таки вдвоём вам обратиться к психологу, да, чтобы просто, вот, поговорить. Ну, просто поговорить и понять друг друга. Вот. То есть просто, вот, проясните некоторые моменты, потому что у вас, по моим ощущениям, нет, мммм, навыков, э, разговоров. То есть вот, как-то вот обсуждать, да, что-то. говорить о чем-то, но вот вы как будто бы не умеете. Такого навыка у вас нет, как будто бы. Это довольно серьезная проблема получается, потому что если коммуникация наручная, то она будет, ну она будет вот, эта коммуникация наручена не только вот с вашим мужем, да, да, ну вот здесь вот в этой ситуации, которую вы обсуждали, но это будет и, в принципе, со всеми людьми, вот, со всеми людьми, может быть даже вот со всеми мужчинами, которых вы будете встречать, то есть вот тут, конечно, желательно от этого по возможности, да, отойти, и желательно это по возможности скорректировать так, чтобы было все-таки хорошо научиться коммуницировать и научиться, что вот более-менее, ну, адекватно говорить о том, что вас беспокоит, да, при этом не скатываясь в какой-то вот негатив, да, не скатываясь в ссоры, не скатываясь в, ну, оскорбления взаимные, вот, и так далее, опять же, это, этому поможет сделать психолог, вот, ну, и вы прямо сейчас можете изучить, например, я сообщение, вот, где-то посмотреть, благо в интернете есть вся информация, вот, и, и попробовать посмотреть, что из этого вам может быть пройдет. Ну, сейчас ты манипулировал, привязал в чувство вины, да, вы пишите, ну, как манипулировал, что такое манипуляция, вот, там, есть, потому что, ну, манипуляция бывают разные, вот, а интерпретировать и понимать, вот, манипуляции, люди могут сами разные вещи, вот, поэтому мне надо посмотреть. Что касается чувства вины, о котором вы говорите, то это связано с подавлением обратной реакции на какие-то проявления человека. А, вот, тут нужно тоже работать, ну, в смысле, со злостью. Пока его не было, я начала успокаиваться, мне захотелось жить и двигаться, так как он не имеет образования, зарплата водителя нестабильная, я в декрете с двумя детьми, и как вы выбрали своего мужа тогда, если он вас не устраивает, вот, хотелось бы это понять в первую очередь. Ну, и, соответственно, если вы говорите о том, что у вас образование, да, и вы позиционируетесь по себе так вот, как, ну, как человека, да, более культурно развитого, например. Вот. А, как вы выбрали, а, у нас, своего, ну, своего мужа вообще, тогда, в таком случае. Вот. Что хотелось бы понять и увидеть. А, дальше вы говорите, что без него вы начали хотеть, значит, ну, двигаться куда-то, да, без него вы начали хотеть, эм, к чему-то стремиться. Эм, это здорово, но, как это связано? То есть, как связано то, что мужа-мужа нет, вы куда-то хотите, мужа есть, вы никуда не хотите. Очевидно, это, значит, здесь замешаны некоторые ваши потребности. Например, потребность, ну, безопасности, например. Это вот тоже нужно поисследовать. Понимаете, да? Дальше. Вы пишите, что в декрете с двумя детьми. И, соответственно, хочется понять значение детей для вас и для вашего мужа. И как мы решили опять зайти в список, пишите вы, мы сейчас вместе, у меня опять началось раздражение и подавленное настроение. Как конкретно вы принимали решение сойти? Вот конкретно ваша активность в этом. Какая? Вот. Вроде хорошо ко мне относится, но меня бесит, что я все время для всех все делаю. Для кого? Для всех. Как? Кормлю, убираю, стираю. Глаза себя ставлю на последнее место. Нужно увидеть, как это происходит, каким образом это происходит. Вот буквально в процессе, как это происходит. И когда мужа уговорил это, ему не нравится слушать. А что именно вы говорите? Он это говорит не особо надо. Ну, нужно делать, а не говорить. Я хочу жить своими желаниями, но только желаниями его идти и хорошие истории. Ну, чего вы хотите? Как начинаю говорить о своей реализации? В чем? Реализации в чем, как и где? Его добиться. Еще хочу научиться не брать его настроение за себя. Это личная граница, но с этим нужно работать. Чувствую, как начинаю перед ним быть хорошей и услышливой, будто считаю, что я в чем-то виноват. Ну, здесь ваш муж как бы выступает объектом для приложения в целом вашей обесценивающей тенденции. Вот. То есть изначально ваша обесценивающая тенденция была. Просто муж стал ее объектом. Когда мужа нет дома, без него мне очень хорошо. За две недели, что мы жили в России, я отдохнула морально от него, хоть и с двумя малышами была. От чего конкретно вы отдохнули? От чего? От другого мнения? От другого взгляда? От другой позиции? Ну, так не с мужем, с кем-то другим все равно придется с этим сталкиваться. Без достаточно четкого целеполагания и навыка звучит в себя, вам будет сложно. Как предстать на себя обратное настроение мужа и зависеть от его настроя? Нужно понять, как именно вы берете настрой мужа на себя и как именно вы зависите, потому что здесь скрыты ваши потребности, формы которых мы и можем наблюдать. Предстать растворяться в мужа и начать жить своей жизнью. Опять же, как вы растворяетесь в мужа, это первое. И второе, это то, что, вот вы говорите, начать жить. Жить и жить своей жизнью, а это, это как? Ну, буквально. Вот, буквально. Что такое жить в своей жизни? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.